всем привет ребята наша любимая рубрика напоминаю вам правила просмотра 1 дизайн создавали такие же простые люди покупатели подписчики заказчики как и вы к некоторым кольцам я приложил руку как дизайнер а в некоторых вообще совсем не участвовал вот прям чек который заказывал сам все придумал полностью ему это нравится и пожалуйста давайте не будем писать всякие глупости гадости негативить если вам не нравится то что нравится ему это не значит что это плохо срочно напишите мне и закажите то что нравится вам вот самый лучший вариант цены не пишу почему потому что большая часть их изделий не продается мне кажется у нас парочка есть на продажу вот все остальное продано сделано на заказ и очень часто когда например муж дарит жене кольцо он не хочет чтобы его стоимость была где-то прям вот написано понятное дело что жена может написать мне и узнать сколько примерно будет стоить такое кольцо но это уже она может это сделать а может и не сделать правильно вот но как принято у нас в россии стоимость подарка не оглашается где-то вот в открытых ресурсах поэтому если вам интересно узнать примерно стоимость какого-либо изделия пишите мне ватсап вот номер 16 сколько примерно будет стоить я вам обязательно отвечу номер один мы не раз уже экспериментировали делали составные кольца разборные кольца кольца подвески но вот такого проекта еще не было я с удовольствием за него взялся было очень интересно то есть здесь такое кольцо неделька по задумке да то есть можно носить вместе все три кольца и мы специально подбирали камни которые сочетаются по цвету мне например дизайн нравится можно носить отдельно каждое колечко они в принципе между собой конструктивно никак не связаны у нас были когда-то подобные кольца когда кольцо разделяется там на 2 до было даже на 3 но вот впервые за наверное года три-четыре снова делаем что-то подобное очень интересно обожаю такие всякие необычные заказы тут все три камня шпинель и металл если мне память не изменяет это у нас серебро но возможно и золото это в принципе не так важно здесь мы обсуждаем дизайн и стиль и смотрим как это красиво вообще все выглядит номер два съемки проводили в москве прям под дождем вообще если без звук сохранил оригинальный там прям практически ливень идет сейчас дальше у нас часть изделий будет прям в каплях дождя поэтому больше половины камней погасли и вот в частности здесь у нас великолепный шедевр это кольцо в таком готическом стиле золото бриллианты все дорого богато и у нас турмалин параиба на самом деле он прям такой очень яркий неоновый но когда все небо в тучах то у нас естественно большинство камней гаснет дальше там тоже будут камни которые мы не смогли никак оживить под черным небом да но тем не менее конструкцию посмотреть и представить как это пара либо ярко светится и горит когда солнце все-таки есть конечно же можно до кольцо я считаю великолепно я бы сделал бы вот если кто-то из вас сейчас посмотрит и вам прям нравится да заказывайте я с удовольствием хотел бы сделать такую же модель только в чернении можно серебро с чернением и вместо белых бриллиантов черные бриллианты это баба очень круто прям вот хочу попробовать закажите тут совершенно ничего сложного тоже время все прям великолепно точечки которые вы видите на камне это как раз капельки от дождя золото бриллианты и гранат из индонезии помните дедушки когда-то ездил да мы там копали очень яркие очень интересные гранаты это вот как раз один из них добыча пока стабильно поставляет гранаты просто великолепного цвета называть его можно по-разному фуксии полихромные он такой когда солнце есть тут у нас он совсем нету он прям такой розово-фиолетово красноватые там каких только оттеночков нету гранат просто великолепные дедушки огромное спасибо собираюсь нему в гости заехать номер четыре то же самое не смогли делали три попытки не смогли мы снять хорошо этот великолепный черный звездочный сапфир там очень красивый рисунок яркая звезда но видите вот под дождем кроме бликов мы ничего не получили можно рассмотреть конструкцию конструкция мне казалось очень простой и когда я этот видел камень на модели я бы уверен что получится что-то некрасивое неказище но вот результат мне прям очень нравится и серебро с матовым чернением мне кажется прям вот идеально подходит для данной ситуации и вообще вот кольцо по стилистике меня удивило то есть вроде все просто выглядит замечательно как выглядит черный звездочный сапфир когда солнце есть я думаю вы знаете почему снимали под дождем ну потому что дождь идет каждый день изделия готовы их нужно срочно отдавать покупателям потому что они уже очень долго ждут да поэтому снимаем вот в таких условиях которые есть других к сожалению в москве нету номер пять здесь у нас очень очень интересный проект это полностью по эскизу по дизайну покупателя я думаю что здесь что-то связано с планетами с астрономией орбиты и все такое но по крайней мере я именно вот это тут вижу это черный звездочный сапфир который тоже не смог себя показать во всей красе по вот по такой погоде и просто желтый сапфир то есть здесь сапфир и сапфир и серебро с чернением кольцо ну тоже прям великолепно мне очень понравилось на модели выглядело ну как-то странновато а в жизни получилось замечательно я считаю номер шесть тут все очень просто серебро с родием там вот предыдущие до через одно он бы матовый тут видите покрытие роде глянцевый и великолепная синяя шпинель с уходом в черный при любой погоде хороша когда солнце совсем нет она просто черная когда солнце ярко она ярко синяя но собственно мы за это и любим натуральные драгоценные камни что они меняют настроение цвет тон оттенок и вообще выглядят по-разному в разное время суток при разной погоде и внутри вы видите у нас два знака у на лон это символ развития движение вверх и вперед и там внутри нанесена мантра назначение мантры рассказывать не буду потому что это личная у каждого мантра своя соответственно если это символика есть и мантры да как следствие мы можем сделать вывод что это кольцо было у шамана и он проводил с ним обряды и делал наговор номер семь снова с нами в эфире наши любимые массаевские гранаты или гранаты от массаев тут же у нас присутствуют черные бриллианты и серебро все очень просто тут собственно больше добавить нечего я считаю что когда камни такие великолепные мне очень нравится уход в черный он вообще везде всегда мне нравится это прям моя любимая тема когда камни великолепные то больше ничего добавлять не нужно какие-то обсыпочки кружавчики вокруг они часто бывают лишними это прям вот тот самый случай когда больше ничего не нужно номер восемь это прям один из наших шедевров горжусь такими изделиями серебро с чернением золото это все вообще не важно черные бриллианты вы посмотрите на сам камень до великолепнейший образец это у нас как раз яркий огненный апельсиновый гранат из танзании но тоже самый массаевский да они бывают совершенно разных оттенков вы посмотрите как он горит под дождливым небом по сути дождь идет да и вот по камень выглядит прям зачетно отлично вот этот эффект он не описан нигде в гемологии то есть его по сути по науке его нету да по гемологии но на сленге он присутствует вот на людей которые занимаются камнями вот именно так выглядит неоновый эффект номер 9 не менее великолепный гранат но в данном случае он у нас еще ланки он ярко алый с уходом в черный но и смотрите он тоже неплохо держится под черными тучами под дождем то есть это прям погода такой тест да где есть неоновый эффект день это но вот какие-то камни погасли но это не значит что не всегда будет темными а какие-то камни даже тут еще держится по чуть-чуть дизайн полностью от заказчика то есть я руку не прикладывал совсем вообще и кольцо получилось великолепно хорошая геометрия вставочка позолоченная прям в тему оказалось мне нравится решительно все тут я бы даже не стал бы делать предлагать его сделать в черном потому что он и так уже в черном все как я люблю и снова у нас масса и и снова у нас религиозные символы никуда от них не деться гранаты с танзании черные бриллианты серебро чернение родием и символизм заказывали так и наши люди но вы понимаете о чем я звезда давида на самом деле изначально присутствую еще с неолита задолго до того как появилась вообще еврейской нации до того как ее стали эту звезду называть звездой давида то есть этот символ он на самом деле насчитывает многие многие тысячи лет как и свастика геометрия первобытной эпохи она очень бедная поэтому вот эти символы они самых самых древних времен еще даже до неолита они как появились так они в принципе до наших дней и живут какие-то народы сказали что вот этот будет наш допустим как звезда давида да но на самом деле он присутствовал этот символ многие многие тысячи лет номер одиннадцать очень хороший изумруд бриллианты серебро золото тоже в принципе не важно в данном случае сам по себе камень очень хорош и он тоже довольно достойно держится под тучами под дождем там даже капли на камне видно это не трещины и не в какие-то впадины или сколы это именно капли вот очень простая геометрия и для повседневной носки больше в принципе ничего не нужно то есть какие-то вычурные детали которые выпирают или наоборот в пуклы да как правило при повседневной носке они ну собственно только мешают и создают какой-то негативные какие-то эффекты как-то оцепляются за одежду скапливают какую-то пыль и все все остальное номер двенадцать специально включи вот кольцо в показ я конечно далеко не все кольца включая начал нас видео будет по 500 минут здесь очень-очень яркий полихромный сафир из мадагаскара напоминаю больше не добывают он такой синий зеленый не греты при этом то есть это прямо инвестиции чистой воды ну вот он потучами погас это совершенно нормально так должно быть то есть далеко не все камни проявляют неоновый эффект более того есть камни которые под тучами выглядят лучше чем под солнцем ярким и это никогда не угадать в принципе вообще и это не плюс и не минус они просто все разные это нужно понимать когда вы покупаете заказываете натуральные камни что все камни ведут себя в разную погоду совершенно по-разному номер 13 очень очень крутая шпинель обожаю такие цвета с уходом в черный я думаю вы уже раз примерно 500 об этом слышали все равно я не перестаю восхищаться мелкие бриллиантики золото серебро тоже неважно я даже не в курсе что мы туда поставили вот в остальном принципе камень кольцо классическое камень не классический потому что вот такого цвета и такой игры шпинель найти сложно плюс она еще и крупная то есть большой размер плюс она еще и чистая то есть это я молодец провел огромную работу по поиску чтобы эту эту шпинель именно купить до отобрать я смотрел но много-много-много камней у меня ушло на это несколько недель вы кстати вот ругаетесь часто что я долго ищу но смотрите за то какой получается финальный результат великолепный номер 14 это тот самый случай когда покупатель на сто процентов разделяет наши вкусовые ну наши синерджем с я имею до всей компании наши вкусовые пристрастие и вот здесь кольцо прям вот все как я люблю вообще чернение черные бриллианты и хороший качественный чистенький желтый сафир он негретый такие камни часто заказывают люди которые занимаются эзотерикой вот из всего что заказывают люди влеченные эзотерикой желтый сафир номер один очень часто его просят и я вот до сих пор не знаю что конкретно он дает забирает от чего защищает напишите пожалуйста в комментариях потому что все говорят по-разному я всегда спрашиваю скажите честно для чего мне астролог сказал я не буду вам рассказывать и рассказывают разные вещи но мне интересно все-таки добиться что все-таки по астрологии он обозначает расскажите номер 15 это наш очередной шедевр танзанит я отбирал лично примерно с двух килограммов танзанитов все глаза себе смотрел причем бывает что приезжаешь смотришь смотришь глаза быстро устают едешь домой на следующий день приезжаешь опять смотришь это я воруши в танзании отбирал и мы ведь как хорошо подобрали в свет сюда сафиры тут же у нас бриллианты тут же у нас золото я считаю это прям шедевр пятерочка да уникальное колечко к счастью вот мне довелось сделать такое но я бы конечно же тут все заменил на чернение и белые бриллианты я поменял все-таки на черные очень хочется попробовать так сделать поэтому если вам нравится вот это великолепие мне очень нравится пишите мы повторим я вот прям сейчас танзании готов выбрать опять потратить 2-3 дня выбрать самый лучший танзанит если вы захотите сделать такое же в черных тонах мне кажется танзанит будет еще круче еще великолепнее и сафиры тоже номер 16 великолепнейший гранат из танзании я прям даже сам удивляюсь как я умудряюсь такие великолепные камни подбирать я поснимаю вот очень хорошая идея да неинтересные камни недели я поснимаю из чего я выбираю вы поймете все почему я так восторгаюсь смотрите он прям горит он ярчайший но при этом он с уходом в черное да это у нас амулетик насколько понимаю его собираются носить и как подвеску и как брошку или заколку уж не знаю как правильно называется это у нас ящерки после наговора считается считается я не говорю что я в это верю и все должны верить нет считается что после наговора и всех нужных обрядов такой амулет приносит удачу любовь взаимную любовь сексуальную привлекательность номер 17 очень интересный проект я очень благодарен заказчику за то что он дал попробовать мне вот такую великолепную штуку сделать здесь у нас присутствует вставка из метеорита после того как я сделал себе кольцо с метеоритом я получил довольно много от вас заказов они сейчас в работе будем потихонечку вам показывать тут у нас буковка которая что-то обозначает но что-то личное я думаю да это золото бриллианты из камнем получилось довольно интересная история мы его купили вообще как турмалин турмалин цвета под параджо он очень яркий цвет великолепен я купил отдал деньги мы его привезли в россию сдали в мгу и оказалось что это гранат гранат стоит дороже чем турмалин я написал об этом причем так раза в два-три до дороже я написал об этом продавцу владельцу зобычи он сказал слушай ну раз я ошибся ничего страшного давайте оставим все как есть то есть ну покупателю вдвойне повезло бонус то во первых кольцо вышло очень красиво вторых гранат за пол цены очень круто я считаю номер 18 но у нас необычный заказ вот этот великолепный камень это у нас аметист из руанды только в руанде больше нигде в мире водятся вот такие аметисты яркие и тут и уход в черный и полихромность то есть несколько оттеночков вода подвеска у нас сделано в стиле викингов то есть именно викинги носили такие подвески скручивали из проволоки золотой какие-то украшения мне как реконструктору очень хорошо знаком этот стиль мы его чуть-чуть подработали чтобы камешек не выпал вот это вот донышко снизу его в оригинале не было а все остальное прям оригинал и в оригинале камень был горный хрусталь но вот тут по желанию заказчика мы заменили его на руандийский аметист получилось мне кажется очень здорово интересно то есть вот этой стилистике этому украшению получается больше тысячи лет номер 19 кольцо в котором не должно быть никаких деталей и вот собственно поэтому и здесь и нету почему потому что сам по себе камень ни в чем больше не нуждается очень большая чистое и очень интересного цвета хорошего шпинель понятно что сейчас погода такая дождливая да поэтому он на половину черный на половину фиолетовый но мне кажется в этом вот в этом образе он даже еще круче выглядит чем когда он будет весь полностью ярко фиолетовый вот этот камень можно носить вообще без кольца в принципе просто на палец приклеить и носить и он не нуждается в каких-то обсыпочках кружавчиках узорах и всем-всем остальном номер 20 супер яркий гранат который видимо даже дождливой погоды невозможно погасить и кольцо классика стандартно все очень красиво нарядно и такой камень он ни в каком дополнении как и предыдущий например он не нуждается да тут добавить больше ничего номер 21 но тут даже у меня слов нет что пописать я уж не знаю слова крутой яркий великолепный тут все не годятся тут вообще все у нас все сплошной шедевр обожаю этот заказ много раз просто включая видео включал видео и смотрю снова снова и снова и обязательно сделай себе такое кольцо это массайский гранат видите он очень хорошо сочетается с темным да с темным покрытием тут у нас по задумке заказчика сделано все то есть я в дизайне никак не принимал никакого участия вообще я думаю что наверное это какая-то поверхность вообще метеориты вот когда они падают с неба да вот они вот в таких ритвинках наверное это что-то связанное с космосом но в любом случае это великолепно ребята я просматриваю вот я сейчас прежде чем голосовой записывать еще раза три посмотрел это видео номер 22 очень хорошее колечко насколько я понимаю она у нас в продаже турмалин таких очень нежных цветов да он такой зелененький там есть голубоватый в нем отлив по бокам у нас два сафира тоже который имеет какой-то нежный оттеночек там же у нас мелкие бриллианты и тут у нас серебро или золото пожалуйста напишите ватсап я вам подскажу все полностью стоимость посмотрите в описании второго такого у нас нету только одно кольцо в продаже вот это кольцо одна штука в наличии номер 23 шпинель синие но вы видите что на синие и опять же дождь и не загасил до облачность тоже никак на нее не влияет и темно-синие сафиры по трем плоскостям кольцо вроде и простенькая но при этом но я считаю что очень интересно выглядит и мне кажется мое мнение что есть туда поставить яркие синие сафиры да то как бы центральный главный камень он немножко потеряется потому что не такой крупный как вот тот танзанит например поэтому темные сафиры здесь прям вот совсем в тему я бы вообще поставил бы наверное черные бриллианты естественно и все бы зачернил полностью совсем ну я думаю что вы могли предположить что я так скажу ну и последнее на сегодня изделие номер 24 это опять у нас шедевр у нас вообще сегодня много шедевров тут шпинель еще маленькие шпинели и у нас там сафирами как сафиры и сам по себе дизайн он прям какой-то ну вот прям все легло на свое место и все идеально и геометрия и мелкие камни и вот эти вот прорези форме звездочек я уж не знаю какая задумка была у заказчика но он молодец очень талантливо себя проявил я бы сам такое не придумал то есть вот это придумывал не я это придумал как раз заказчик и ему за это огромное спасибо обожаю такие заказы с удовольствием за них берусь поэтому включайте ваш фантазию не стесняйтесь заказывайте вот всякое такое интересное там на камне есть маленький-маленький скольчик его мы естественно заметили с самого начала и конечно же мы его уже полирнули и кольцо уже или доставлены или в пути поэтому все хорошо всем спасибо за просмотр я отбираю небольшую часть изделий их конечно же намного больше вот спасибо вам что вы меня радуете необычными задумками идеями и даете мне все это воплотить я очень доволен до свидания не болейте всем привет